Микс Ньюс Утро на Болткоме Продолжается утро на Болткоме Всем еще раз здравствуйте и доброе утро Олег Пекарь, Евгения Шафранок и Евгений Копеин Сегодня с вами этим утром И минувшие выходные Естественно, главные события Это выборы в Европарламент Выборы 2019 года И, конечно, итоги этих выборов Которые, ну, кого-то расстроили Кого-то порадовали Да, у нас не так много времени на интерактив Поэтому мы просто подведем, наверное, итоги того, что происходило Во-первых, стоит отметить, что явка на эти выборы Была все-таки чуть выше, чем в 2014 году Ну, аж на 3 процента 33,5 процентов избирателей Отдали свои голоса Но, тем не менее, выборы прошли довольно вяло Немного добавили огня, наверное, бардак В ЦИК и вот эти Ушаковские скандалы Но, в целом, ничего нового Это по Латвии данные, да, что выше явка Да, да, но признали это и политологи По их словам, никаких сюрпризов Стоит, наверное, сказать, кто Если кто еще не в курсе В ночь с воскресенья на понедельник Были объявлены результаты От нового единства Отправляется куда подальше, как мы выяснили Валдес Домбровский и Сандра Кални Это согласие Нил Ушаков и Андрис Америкс Национальное объединение Это Роберт Зилла и Датси Мелборда Русский союз Латвии Татьяна Жданок Для развития ЗАИ, ИВР и ЕПС Вот такие вот результаты Ну, мы уже говорили о том, что всегда традиционно Явка на эти выборы ниже, чем на выборы нашего Сейма И, в принципе, всегда как-то выбор Европарламента Как будто бы они менее значительны для латвийцев Почему, кстати, было бы интересно узнать у вас? Да, потому что вы можете звонить 6721-2939, 6721-3939 Рассказывать о своем опыте Или голосовали, не голосовали, почему Вы просто рассказываете нам Может быть, какие-то проблемы были Тоже рассказываете Напомним, что было в ЦИК В ЦИК отличился, как всегда, техническими сбоями Плохая информированность людей Выиграла компания, которая должна была отправлять письма С информированием, в общем-то, о том, какой участок На каком участке кто может голосовать Письма были отправлены неправильно Я вообще не понимаю, почему письма мы отправляем до сих пор Давайте сразу на глубинную почту перебросимся То есть все это можно уже давным-давно делать онлайн Тем не менее, кто-то не получил, кто-то получил В итоге, многие, кто оказался, например, далеко от своего избирательного участка Просто не пошли голосовать У нас звонок стоит Доброе утро Доброе утро Доброе утро Ну, скажу так, я ходил, честно сделал, выполнил свой гражданский долг И вхожу уже, в принципе, на все выборы, начиная с двухтысячных Только право получил там Скажу так, что на самом деле удивляют результаты Новое единство Это... Вы не напомните, какой раз они уже встают И главное, вот, кто побеждает? Домбровский, которого, в принципе, с позором выкинули Вообще из латвийской политики Если вы помните, там же скандал был, помните? Детали которого не раскрыли Ну, вообще, учитывая, что он сбежал туда от максима, в общем-то Да-да-да, там детали, так до сих пор они, как бы, так, под, скажем, полусукном где-то там держатся Краще где-то виден, что там были какие-то финансовые сделки На них, по-моему, там с ними что-то такое репортеры писали И, по сути, его просто, как бы, указали на дверь к военнице Вот тогда у него, видимо, характер был На заре своего, скажем так, президентского А вот что касается, на самом деле, скажу честно Меня расстроил один конкретный персонаж За его партии не голосовал Но я с глубоким уважением относился, на самом деле, к группе наших местных политологов Его Риепс был одной из них Но я вам честно скажу, его риторика в преддверии выборов Европарламента меня поразила до ужаса Это о ком вы сейчас говорите? Про Егора Епса А, Епса, да Да, очень профессиональный человек Но его риторика, она настолько приблизилась к риторике вот этой Плоской, иногда где-то тупоголовой риторики национального объединения Ну, это просто ужас Ну, так, может быть, только так и надо? То есть, другие методы не работают? Ну, ну... Как же можно было не обещать, вы бы за меня не проголосовали? Это классическая фраза Да, вы уж выберете, а мы там посмотрим Спасибо вам большое за ваши комментарии Хорошего дня Да, вот, на самом деле, почему еще такой у нас народ вялый Потому что, по большому счету, проверить, хорошо ли работает евродепутат или плохо Практически невозможно Для этого придется поработать самому Нужно фактически найти рейтинги, как-то их сопоставить, сравнить с другими депутатами Потом проанализировать всю эту историю То есть, ты никогда не знаешь, вот, было ли какое-то решение А что за что хорошо работает депутат? Ну, какие-то, не знаю, может быть, он принял какие-то решения или вынес на обсуждение Ну, не принял, скорее, вынес на обсуждение какие-то решения Которые сделали нашу жизнь здесь ярче, светлее, лучше Ты знаешь, вот как раз... А вот, да Просто я хочу сказать, что в этом, как раз именно эти выборы показали Что национально озабоченные партии, политики имели больший успех на выборах Впервые вот во Франции, ведь победил там национальное объединение под руководством Марин Ле Пен Ей удалось собрать 24% голосов А Эммануэль Макрон вместе со своей партией Вперед Республика И в коалиции с тремя другими партиями, он сумел собрать 23% То есть, он ей успехил А раньше вы жилеты ему сказались на звонок Ой, у нас звонки-то по всем линиям Доброе утро Доброе утро Доброе утро Если сейчас выигрывает более национально, ну можете назвать, национально озабоченные партии Потому что сама структура Евросоюза, она строится из расчета размывания границ Размывания разницы в национальностях, размывания национального И те страны, которые раньше туда попали, намного лучше прочувствовали результат Латвия еще не прочувствовала Польши тоже нет Но уже, скажем, начинает Выжгородская группа об этом заботиться А Франция, Германия Пока Англия и Германия диктовали правила игры У них все было в порядке Но сейчас, когда они чувствуют, что это превращается для национального сознания Именно в народе, в государстве Это приносит свои плоды Поэтому национальные партии сейчас в Европарламенте на выигрыши Именно из расчета, что мы все-таки сохраним свою страну В Латвии, в Латвии сейчас пошли слуги, ну-ка, сулайни Которые будут делать, что изволить То есть они идут из расчета, как бы там что-то заработать Это не в укор депутатам Это просто их, ну-ка, так, 12 составов Да, служебное положение И поэтому они ничего другого не имеют права Независимо от того, что Иепс тут говорит Он будет делать то, что Домбровский прикажет Потому что Домбровский сейчас там главный приказчик От Евросоюза, скажем так Для группы латвийских депутатов Я, наверное, первый раз за последние вот мои годы Не ходил сегодня на выборы Именно потому, что я считаю, что государство меня оскорбило Не давая возможности четко узнать, куда идти, зачем идти Ну и второе у меня было против Когда такие, ну, скажем так, подонки И сладкого, как это, убийцу У нас ведущие политики, как Домбровский То я не вижу смысла голосовать Потому что это не в защиту моего государства А это в защиту крупных консорциев Крупных капиталистов в Европе и в мире Спасибо большое Спасибо Очень резкое высказывание Ну, вообще здесь еще вопрос был о том, что Сколько они получают Да, все тревожатся На самом деле Политолог Александр Полищук буквально здесь на дня опубликовал как раз финансы То есть, в принципе, евродепутат получает 6700 евро на руки На руки? Это на руки, это уже после уплаты налогов Плюс это все командировочные пребывания в Брюсселе или Страсбурске Это 320 евро в день Погашаются расходы на путешествия, еженедельные поездки домой Командировки, содержание бюро тоже там 4,5 тысячи евро в месяц Прочие нужды, заказ исследований, социальных опросов идет отдельно То есть, в принципе, в целом неленивый депутат может заработать за 5-летний срок порядка полумиллиона евро И учитывая, что он ведь может спокойно пристроить в свое бюро Ну, то есть, это получается, да? Может быть, не очень спокойно, но тем не менее, да Не только бы это поощралось, но это, конечно, можно все сделать Нет, но я имею в виду, что там, ну, да Плюс больше получают, конечно, еврокомиссары И при этом вообще существует сейчас уже мнение о том, насколько вообще, скажем, этот Евросоюз как таковой, вот как организация необходим Потому что расходы просто гигантские, а штаты просто раздут То есть, это несколько там, около 5 тысяч человек работают, чтобы что? То есть, мы, как мы на себе это видим? И не говоря уже о том, что у них часть заседаний проходит в Страсбурге И вот чтобы вывести всю эту армию в Страсбург и там позаседать, зачем, непонятно, но там позаседать на всякий случай Потому что такая традиция, это 180 миллионов евро в год обходится То, что нужно взять, несколько тысяч человек куда-то вывести И, в принципе, даже сейчас, как бы, идет мнение о том, что на эти выборы в Европарламент очень многим, мягко говоря, все равно Потому что они не видят этих результатов, как работает депутат, проверить они не могут А у нас, как мы знаем, часто бывает так Вы уж меня там выберете, да, потом я буду тихо сидеть несколько лет, а потом в течение полугода буду свои фотографии развешивать, да, и вот пойди угадай Напоминать о себе, чтобы снова попасть Да, у нас звонок Здравствуйте, доброе утро Доброе утро, Женечка Олег Виктор Ну, конечно, депутаты там получают минимум 8,5 тысяч ежемесячно Это после оплаты налогов, если что Да-да-да, чистыми Родных и близких, Олег, пристроить там уже не так просто Это контролируют, да По Латвии выборы, конечно, не удивили Все мы это предвидели Все шло как по маслу Те, кто хотел улизнуть Они улизнули, но я думаю, ненадолго Ну, а что касается вообще выборов в Европейский парламент То тут есть повод, чему порадоваться Альтернатива для Германии, скажем, они третьи по Германии Марин Липен, да, вы упомянули Действительно, уделала Макрона и компанию И вообще в Европарламенте блок именно этих партий 110 мест берет Они там третьи, и это мощнейший кулак Так что нашим Валдесам там достанется и очень крепко Хорошо, спасибо, да Спасибо 45 партий 45 партий, это со всех стран Европейского Союза Это очень мощный кулак, и это радует Парламент изменится, и Европа будет меняться Вы правы, Женечка Спасибо, спасибо, а я хочу сказать, что 200 кресел Не 100, 200 правы получают Звонок у нас сразу Кстати, непереизбранные депутаты получат пособие Почти 9 тысяч евро за каждый год работы Ах, каково они, там и работаем, Олег Вот так вот Раз, не выбрали тебя, тебе не доверили ничего А ты еще деньги за это получаешь А были знаменитые все эти скандалы с Чахарду Когда ты пристраиваешь нужного человека к себе в бюро А твоего человека пристраивают к другому То есть это же, это вот К вопросу о том, что родственников стало сложнее пристраивать Да, но здесь еще такой момент есть По поводу, почему людям, в принципе, там Достаточно равнодушны они вообще к этим выборам Да, это все-таки о том, что Сейчас побеждают, как правило, не те, которые Чем-то там прославились, какими-то там благими делами Сколько играет роль их медийная узнаваемость Именно поэтому, например, можно допустить Почему, например, Лочмола обошла Целевича Да, 150 голосов, но тем не менее обошла Потому что все-таки Лочмола, она больше на виду Она больше общественной деятельности какой-то ведет Да, Целевич, соответственно, он такой Больше социально где-то в сети там сидит Но тем не менее Ее узнают больше, соответственно, получают больше голосов У нас еще один звонок Доброе утро Доброе утро Вы знаете, еще одна причина равнодушия Бывший премьер Великобритании Дэвид Кэмерон перед уходом вдруг сказал Что в Евросоюзе 10 тысяч чиновников Получают зарплату выше, чем премьер-министр Великобритании Вот, и сегодня в Великобритании Вы же видели там Майк Фаррес Так что-то в лидерах, да, вот И со своим Брекситом И по миру такое же отношение В виде вероятного Ну, вот, когда избиратель шел Он тоже про это думал Про брюссельскую демократию И тот, кто не шел, тоже про это думал Спасибо Но я хочу сказать, что вот в Италии Ведь тоже победили вот правые евроскептики Там Лига под руководством Матео Сальвини Набрала 31% голосов То есть это, в принципе, ну, разгромная победа И, ну, практически во всех В Германии вот победили партии Правительственной коалиции Но с худшим результатом в истории То есть они потеряли 7% Ну, вот, со времен прошлого голосования Есть еще мнение о том, что вот Как Домбровский, так вот Мушаков, условно Они сбегают в Европарламент От каких-то вот насущных проблем На самом деле, даже находясь в Европарламенте У них нет такой неприкосновенности Чтобы им нельзя было предъявить что-то Особенно если заведено уголовное дело Другой вопрос, что Латве придется там Постараться аргументировать этот вопрос Ну, вообще этот момент для того, чтобы им все-таки выдали Ну, евродепутата Но, тем не менее, ошибочно думать, что если они уже туда приехали Вот прям все Они сидят под стеклянным куполом И они... В домике В домике, да, их вот нельзя тронуть Можно, просто сложнее Ну, и все равно, мне кажется В основном люди воспринимают это, ну, как синекуру То есть, вот, возможность для политика Совершенно, ну, легально подзаработать Получить вот эти, как ты сказал, полмиллиона евро Ну, накопить вот какой-то такой жирок Для того, чтобы затем с этими Эти деньги использовать, например, ну, вот На свою собственную раскрутку Опять, ну, в своей собственной стране Компании, да, или какой-то партии, условно Или снова вернуться в политику, например То есть, конечно, это выгодный проект, скажем так Как там все будет, посмотрим У меня почему-то стойкое ощущение складывается Что кто бы ни приехал от Латвии в Европарламент Нас не сильно там слушают, не сильно вслушиваются У меня вот стойкое ощущение, что когда мы выступаем Вот выступают представители нашей страны В зале никого нет И что мне, наверное, вообще вот прям Не нравится, это будет эфемизм Вот мне не нравится, мне не нравится Что, да, действительно, мы несколько лет Ничего не слышим практически От тех людей, которых, скажем Выбрали туда, избрали И в течение там, там, за полгода до новых выборов Они появляются на всех вот счетах На билбордах, да, там, газетах Рассказывают о том, вот мы съездили там, не знаю, на Донбасс И что? А я съездила в Италию Ну, давайте поделимся впечатлениями Результат-то какой? То есть, вместо того, чтобы нам говорить о результатах Вот мы сделали вот так вот и получили вот это Мы получаем список тех вещей, которые они сделали Но мы же все взрослые люди, мы же понимаем, да, что поработать и как бы не для чего безрезультатно Это не то же самое, чтобы поработать с результатом, да, поэтому мало рассказать, что ты сделал, да Нужно все-таки сказать, что... Какой результат твоей деятельности Да, да, что мы с этого получили И второй момент, наверное, тоже очень важен У нас абсолютно неинформированные жители Потому что у них очень смутное представление о том, как происходит работа в Европарламенте И вообще какие функции Какие функции, какие проблемы они могут решить То есть, здесь политик может пообещать с три короба и вагон и маленькую тележку Но по факту, чисто технически и законодательно, он может, не знаю, выполнить, например, 2%, а все остальное это вообще не сфера деятельности Не его компетенция А так как у нас все привыкли слушать, просто слушать, но при этом не искать информацию сами Они, как правило, начинают верить Хотя, на самом деле, это очень зря, на мой взгляд Ну и вот эта низкая явка, она, в общем-то, показывает Да, но это интересно, что еще обнаружили любопытную тенденцию Ведь, ну, поскольку выбор Европарламента происходит раз в 5 лет И появляются люди, которые впервые голосуют То есть, это молодежь, которая вот впервые получает право голоса И обнаружена интересная тенденция, что все-таки она более и более становится активной То есть, процент молодежи, которые принимают участие в выборах Ну, я имею в виду не Латвию, а по Европе Ну, у нас, я не владею просто информацией Но все больше и больше молодежи принимают участие в выборах Европарламента Голосуют в первый раз И они голосуют все более и более, ну, как сказать, не то чтобы радикально Но они требуют, чтобы, ну, они не хотят голосовать за старых, ну, условно говоря, старых политиков Которые, ну, что-то вот, ну, вешают лапшу на уши Мы уже, ну, все понимаем эти правила игры Им нужен какой-то вот лидер, ну, в частности, вот этим объясняется Успех школьницы, которая там Грета Да, которая объявила о том, что она не будет ходить в школу Пока там не будет решен вопрос глобального потепления Вот она призывала школьников присоединиться к этому движению И вот такие радикальные какие-то шаги Они все больше и больше привлекают внимание во всех, причем, странах Евросоюза Ну, и посмотрим, конечно, как скажется на Лиге, в принципе, уход Ушакова и Америкса Потому что его место, их места займут Вита Ермоловича Это, конечно, хорошо, у нас мэр-женщина будет, это приятно Минус у нее, конечно, ну, маловат опыт И на место Америкса пойдет Иван Иванов Который, ну, кто, я не очень знаю, он не сильно где-то светится То есть, в принципе, видно, что в согласии, конечно, не была создана такая команда Которая вот дает возможность все-таки одному лидеру уйти и заступать на его место другому То есть, нет такого яркого преемника Ну, посмотрим, как это будет работать в реальной жизни У нас заканчивается время интерактива